Царь Пётр I Сразу два рудознатца волею случая нашли залежи угля в глухой сибирской тайге. Михайло Волков на территории современного Кемерово и Даниэль Мессершмитт под городом Кузнецком, нынешним Новокузнецком. Получив сведения о важных находках из разных регионов России, Пётр подписал первый в своем роде указ о приискании каменного угля и руд. Так, вместе с угольной промышленностью России зародился главный угледобывающий регион страны – Кузбасс. В новом тысячелетии тон здесь задают технологии под чутким руководством горняков, которые уже 300 лет трудятся на благо родной земли. Мне нравится эта работа, мне родители с детства привели. Труд для нас – это самое главное. Один из крупнейших угледобывающих холдингов России – компания «Стройсервис». Полный цикл переработки, в том числе коксования. Однако так было не всегда. Компания начинала буквально с нуля, в 1994 году. Собственники компании проживают на территории области. То есть это не офшоры, это не московские компании. Они знают то, чем занимается компания, периодически лично контролируют, приезжают. Наши земляки, вот из-за этого и развиваются у нас непосредственно, разве шестаки? Не где-то там за границей, да, эти деньги. Они вот именно здесь работают, у нас здесь, в Кузбассе. Кемеровская область – типичный промышленный регион. 21% волового регионального продукта приходится на добычу полезных ископаемых. Еще 19% – на обрабатывающее производство. Наиболее весомый вклад в региональные и муниципальные бюджеты вносят угледобывающие предприятия. Дополнительным стимулом для развития экономики Кузбасса становятся новые крупные предприятия. Три с пяти угледобывающих разрезов «Стройсервис» построены в чистом поле, на собственные средства. Разрез «Березовский» впоследствии стал флагманом угледобычи в компании и во всем регионе. Разрез – это не просто яма. Это сложнейший механизм, состоящий из множественных цепочек этого механизма. И вершиной этого механизма является горный участок. Но чтобы этот горный участок работал, необходимо построить инфраструктуру. Все начинается с лицензий. Это документ, по которому предприятие получает от государства часть недр в пользование. Далее запускается подготовительный процесс. Геологоразведка запасов угля, изыскание, проектирование застройки. После чего идет горно-капитальное строительство. Строятся въездные траншеи на участок, дороги на отвалы, очистные сооружения, линии электропередач, склад нефтепродуктов. Административно-бытовой комплекс. По сути, это современное офисное здание. Для отгрузки угля потребителям строится своя железнодорожная станция. Для переработки сырья нужна обогатительная фабрика. Чтобы запустить предприятие, нужно закупить мощный парк карьерной техники и нанять персонал. В развитие производства за 10 лет вложено более 1 миллиарда евро. Это не просто способ получения каких-то быстрых денег. Это глобальный масштабный инвестиционный проект с периодом работы на ближайшие 50 лет. Как показала история, без технологического прогресса промышленность развиваться не может. Поэтому Стройсервис активно инвестирует в технологии будущего. От автоматической выдачи путевых листов до современной карьерной техники ведущих производителей. Автоматизация в обогатительной фабрике очень большая. Добыча и в учетной политике. Горно-транспортная техника оснащена так называемым автоматическим рабочим местом. Планшет на андроиде с написанным на нем приложением. Это приложение позволяет ему как видеть, получать информацию, так и управлять. Одним движением он может передвинуть самосвал на работу на другой экскаватор. Да, это все наша разработка. В 2018 году на разрезе Барзаское товарищество впервые в России внедрена система спутникового позиционирования буровых станков. Система позволяет с точностью до 10 см определять сетку бурения скважин, проектировать модель взрыва, которая управляется. Именно использование данных видов ОВС снижает выбросы в атмосферу, уменьшается ударное воздействие на здания и сооружения, шумовое воздействие. Но за этим будущим взрыванием пыли при взрыве практически не образуется. Стратегия 4.0 – это цифровое производство. И первым этапом мы занимаемся сейчас отцифровкой всех производственных процессов. Следующий этап – это цифровая модель, цифровой двойник нашего разреза. Вот такого комплексного внедрения в Российской Федерации нет. Следующий этап – робототехника. В России сейчас тестируется робот «БелАЗ». Хотим на следующий год попробовать роботизированный бурстанок. Промышленность будущего обязательно должна быть дружественной к природе. Была в Киселевске фабрика, но технология фабрики была еще допотопная, советская, грубо говоря. Для компании было принято решение полностью демонтировать фабрику и построить на этом же месте новую фабрику. Уже с учетом всех требуемых реалий и, естественно, по экологической, скажем так, безопасности. Чистый уголь-зеленый Кузбасс, то есть мы придерживаемся именно этого критерия при проектировании строительства. Мы используем на складах один из первых в Кузбассе установки пылеподавления. У нас было высажено в этом году на память 230 тысяч саженцев представителями компании. Выпустили 250 тысяч мальков разных пород рыв в водоемы Кузбасса. Компания «Стройсервис» создает не только комфортные условия для работы, но и для жизни. Цифровые школы. Пляжный отдых, как в Европе. Культурные объекты, парки и скверы. Благоустройство кузбасских городов и поселков. Путь к спортивному арену мира. Руководство поощряет передовиков производства. В частности, ребята в Турцию ездили. Автомобилями хороших работников поощряют. В общем, отношение к рабочему здесь очень хорошее. Очень много знакомых и друзей. Вот я с населенного пункта, с этого поселка, получается, практически все работают. Смысла я не вижу, чтобы ходить на другое место. Здесь как бы есть перспектива. Самое главное – это стабильность. В стране, в Кузбассе, в предприятиях «Стройсервис» у нас стабильность. У меня здесь работают в компании «Стройсервис» два сына. Уголь нам еще потребуется очень многие года, десятилетия, востребован. И будем работать еще на благо Родины долгие годы. «Стройсервис» два сына. Компания «Стройсервис». Больше, чем уголь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова